МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях Рашид Хазрат Бултачаев, имам Мухтасиб Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! В течение месяца последнего все мусульмане несли пост. Великий пост, наверное, это самый большой праздник. У нас 17 июля мусульманский будет проходить. Ураза Байрам. Расскажите, пожалуйста, небольшую предысторию этого праздника, в связи с чем он проходит и в чем в себе отказывали мусульмане всего мира. Да, сейчас уже заканчивается месяц Рамадан, месяц поста. Всевышний Аллах в священном Куране сказал, «Во те, которые уверовали, предписан вам пост, так же, как и был предписан тем, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязнены». В связи с этим мусульмане соблюдают пост в течение обязательного священного месяца Рамадана. Они отказываются от еды, питья, супружеских обязанностей в светлое время суток. Они очищают не только тело, они также воздерживаются от свернословий, любых ругательств, либо пагубных поступков, тем самым очищая свою душу. Конечно же, не стоит довольствоваться и ограничиваться только одним месяцем. Мусульманин, как самое лучшее творение Всевышнего Аллаха, должен показывать себя наилучшим образом каждый день и в любое время дня и ночи, и не ограничиваться на Рамадан. Но, тем не менее, месяц поста – он наиболее важен и значим. И Всевышний вознаграждает в эти дни, тем более человека, постящегося, многократно. Расскажите, пожалуйста, о том, какие мероприятия проходят в нашем регионе на регулярной основе. В месяц Рамадан – это месяц милости. И мусульмане как можно больше совершают благих деяний. Конечно же, это и раздача милостыни, бедным и обездоленным. И в первую очередь это вечернее разговение, так называемые ифтары. И здесь у нас в молельном доме в Дягилево, который мы в этом году официально открывали, каждый вечер собираются мусульмане. Порядка 200 человек каждый вечер приходят, где устраиваются благотворительные разговения. Здесь, в Рязани, они проходят каждый день. В других городах области устраиваются тоже, но, к сожалению, не каждый день. Но мы надеемся, что мусульмане будут жертвовать и своего имущества ради обездоленных и неимущих на общее благо. И я прошу Всевышнего принять эти благие деяния и поступки. Как будет праздноваться у нас в регионе этот праздник? Как мусульманское сообщество будет отмечать? Какие мероприятия будут проходить у нас? Мы планируем в священный для мусульман день в пятницу совершить один из праздничных намазов в связи с проведением праздника Ураза-Байрам. Это праздничный аид-намаз, который в Рязани будет проводиться в Борках на новом рынке перед гипермаркетом Лента. Праздничные мероприятия начнутся в 6 часов. Официальное поздравление всеми. Праздничный намаз в 7.30 утра. Кроме этого, во всех крупных городах Касимова также, где проживает большое количество мусульман, праздничные молитвы проводятся в мечетях, в молитвенных домах, комнатах, на площадках, где мусульмане восхваляют Всевышнего Аллаха, собираются вместе, поздравляют с праздником и желают друг другу добра, благочестия и благословения. После праздничных мероприятий всех мусульман мы ожидаем в нашем молельном доме здесь, в Рязани, где будут накрыты праздничные столы. И сегодня, в пятницу и в пятничный день будет также проводиться пятничная молитва. У нас на сегодняшний день в регионе сколько мусульман проживает, хотя бы примерно? В данном Рязанской области проживает порядка 70 тысяч мусульман. По итогам прошлых лет здесь, в Рязани, на праздник приходят более 5 тысяч мусульман. То есть достаточно массово, достаточно такие большие гуляния у вас? Да, конечно же, это массовые мероприятия, поэтому неоднократно были встречи с администрацией, гордо с правительством, с представителями всех служб, чтобы обеспечить порядок на проведение вот этих крупномасштабных, как их называем, мероприятий. Иншаллах, мы надеемся, что все пройдет в мире и спокойствия, и доброжелательности. Но у вас сейчас есть возможность поздравить все мусульманское сообщество региона, и городу в частности. Пожалуйста, воспользуйтесь. Уважаемые, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с одним из главных праздников ислама, праздником Айд-Аль-Фитр, Ураза-Байрам, Разговения. Молю Всевышнего принять наши посты, благие деяния, Ураза. Аллахума, прими наши благие неяты и намерения. Аллахума, дай нам всем живым здравия и благополучия в этой жизни. Убереги от возможных невзгод и катаклизмов, от плохих людей, ветров и вод, от сглазов, джиннов и шайтанов. Аллахума, не дай плохим людям и джиннам и шайтанам сделать раздор между нами. Аллахума, объедини всех нас в одно единое целое, в одно мусульманскую уму, и не позволяй нам совершать грехов и ошибок. Поведи всех нас по истинному, праведному, правильному пути и веди всех нас по своей милости со словами «Ла Иллах и Илля Аллах» в райские сады. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баркату. Ну, мы присоединяемся к поздравлениям. Я вас лично поздравляю с этим светлым праздником. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо большое. И тоже вашей телекомпании удачи. Я надеюсь, это у нас с вами не последняя встреча. Пусть ваша компания дальше работает на благо общего мира и созидания, и больше вам многочисленных телезрителей. Удачи вам. Всегда рады взаимодействовать. Спасибо большое. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго.